Мы знаем, вы слушаете Для наших рижских слушателей Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это В программе Культурная среда с Еленой Приваловой На радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас И очень рада, что в Латвии, в Риге Вновь расцветает концертная жизнь И культура оживает У нас в гостях Сегодня Тимур Томсенс Почему-то он сейчас у нас из эфира Я надеюсь, что он подключится Евгений, правильно ли я понимала, что Гость вылетел из эфира Или все-таки Сейчас Да Надеюсь, что сейчас еще раз Гость подключится Тогда буду рассказывать немного То есть у нас запланирован на сегодня Гость Тимур Томсон Это продюсер Директор Концертного зала В Ли-Ипае Ли-Илайс Длинтерс И я надеюсь, что все-таки сейчас Гость подключится И расскажет нам О концертной жизни И о своем Продюсерском опыте В Ли-Ипае Вот Сейчас пишет Что подключится Я нахожусь в Москве Ощущаю себя настоящей лягушкой-путешественницей Потому что Буквально Семь-десять дней Провожу в одном городе И тут же перелетаю в другой Сопровождает меня Моя дочка Амелия Пять лет И она уже Вовсю погружается В эту концертную жизнь Часто читаю комментарии Известных актеров Музыкантов Которые Рассказывают о том Что кто-то наоборот Включает своих детей В концертную жизнь И те живут за кулисами Кто-то наоборот Их Хотят, чтобы родители Были обычные родители Жарили пирожки И дети видели обычных Маму и папу У меня продолжается Большой фестиваль Органные вечера в Кусково И в этом году Принимает участие Уже Ирина Валикжанина Хорошо известная Вам, Рижанам Благодаря нашим С ней совместным концертам Кстати, вот с Ириной Валикжаниной Нас связывает Такая тёплая дружба Которая Возникла С момента переезда Хотя мы с ней жили Вместе В Москве Когда обучались В Московской консерватории Номинально здоровались В общежитии Встречаясь И в консерватории Но никогда даже не думали Что у нас может сложиться Замечательный дуэт И когда в 12 или 13 году Мы обе переехали в Латвию По разным причинам То первым произведением Которое мы исполнили Это был как раз Оскар Верман Соната для органа И виолончели Это одно из немногих Произведений Которое написано Для оригинального состава Оскар Верман Практически неизвестен В наше время Так же как Йозеф Райнбергер Композиторы Которых называют Вторым Композиторы Второго Третьего ряда И несмотря на это Музыка у них Замечательная И конечно же Должна звучать Вот мы с Ириной Выучили эту сонату В трёх частях Она звучит Где-то порядка 25 минут И радовали её Наших слушателей В англиканской церкви В церкви Святого Павла И теперь именно Она прозвучит На фестивале Аркана Вечера В Кусково В Москве 4 августа Где мы также Будем играть Ещё с Сергеем Коваровым И дорогие друзья Вижу, что к нам В студию вернулся По зуму Тимур Томсенс Здравствуйте, Тимур Есть ли вы? Есть, слышите Надеюсь, мне всё хорошо Надеюсь, да Евгений, хорошо ли Слышно нашего гостя Всё ли в порядке Можем ли мы Начинать беседу? Прекрасно Видите С одной стороны Интернет Даёт прекрасные возможности Объединения Передача проводится В Риге Евгений Всё кооперирует Я нахожусь В Москве Тимур Находится В Липа И в то же время Вот такие проделки Связи Не позволяют Сразу Начать беседу Но тем не менее Думаю, что беседа Будет интересная И мы много узнаем О концертной жизни В Липае И А также О вашей творческой судьбе Хотя напрямую Я так понимаю Вы не совсем музыкант Но Ваша жизнь полностью Связана с музыкой Так и есть Да Я, конечно Закончил музыкальную школу Закончил музыкальную школу В Булдерае По классу фортепиано И с акситофона И как бы Я продолжал играть В непрофессиональных оркестрах В своё время Ну и как-то Получилось, что Я связал свою жизнь С профессиональной музыкой Это связано было С оркестром Симфонета Рига Где я проработал Четыре года И Фактически Это указало Мой курс На дальнейшем В профессиональное развитие Я занимаюсь Фактически Классической Профессиональной музыкой И это Менеджментом Этой музыки Это такая Моя основа Жизни И Четыре года То есть Вы были В какой должности Вы проработали Симфонета Рига Какие ваши были Обязанности Да Я работал там С 2013 года С 2013 года И я был Исполнительным директором Оркестра Это сначала Нам надо было Составлять всю Годовую программу Это был Бюджет Менеджмент Это были Туры Это было У нас был Свой офис Свои работники Которые надо было Тоже планировать Их работу Так что Да Коммуникация с дирижером С художественным Руководителем Ну да Такие дела Дорогие друзья Смотрите Какая интересная Ниточка Пока Тимур Был вне связи С нашей студией Я вам рассказывала Про нашу замечательную Ирину Валикжанину Которая родилась В Кирове И сейчас Преподает Как раз В Балдырайской Музыкальной школе И является Заведующей кафедрой И вот Тимур Как раз тоже Обучался в Балдырайской школе Все не случайно И даже получается Темы Которые мы начинаем Освещать в передаче Они тоже Таким удивительным образом Взаимосвязаны И Оказывается Ирина Она играла Дуэт Очень много С моей преподавательницей По фортепиано Дагне и Гайло И они были Очень хорошим Таким Дуэтом Творческим союзом И было очень приятно Увидеть Ирина Увидел С моей бывшей преподавательницей Ну и кстати Именно Ирина Рекомендовала Тимура Томпсона Нашего сегодняшнего гостя Для нашей передачи В эфире Такие вот Незаметные связи Значит Четыре года Вы отработали В Синфонет Рига Набрались опыта Притом очень колоссального Серьезного И Начиная с составления программы И заканчивая гастролями Потом куда направились Ваши стопы? В принципе Я работал Также параллельно В Швеции Я работал на фестивале Балтийского моря Это фестиваль Который принадлежит Шведскому радио У шведского радио Есть не только Функция Как радиофункция У них тоже есть Свой концертный зал И два коллектива Это шведский радиосимфонический оркестр И хор шведского радио И у них раз в год проходил И до сих пор проходит Очень крупный фестиваль музыки Один из самых больших В скандинавских странах И Я там У меня У нас было очень хорошее сотрудничество И я работал там очень много Также кстати С Мариинским театром И Валерием Абисаловичем Георгиевым Четыре года У меня был с ним действительно Очень такой Крепкий союз И Ну и не только так же С другими музыкантами Конечно И другими коллективами Я работал там Руководителем проектов И И да И после этого После Швеции У меня был момент Когда я думал Что делать И как раз была позиция В Лепойском концертном зале И Знаешь Насколько Замечательный этот зал И насколько он большой Проект был здесь на открытии В 15-м году Я понятия не имел Что я буду здесь работать Когда-то Но Был конкурс На который я послал Свои заявления Как здорово Давайте вернемся Немножко Назад Мне очень понравилась Ваша история Про то Как вы работали С Гергиевым На самом деле Мне кажется Это совсем Нелегкая работа Хотя вы рассказываете С такой улыбкой Потому что Действительно Мне кажется Человек Ходячая легенда Многие композиторы Становятся Многие музыканты Становятся легендой После После своей жизни Но кстати Вот что говорить О легендах То вот Дорогие друзья В Риге сейчас Действительно Живая легенда Дает концерты Евгения Лисицына Которая стала Для многих Жителей Постсоветского Пространства Такой легендой Домского собора Олицетворением Домского собора Она приехала В Ригу С концертами И Можно так сказать Даже немножко Вульгарно Билеты Разлетелись Как пирожки На 29-30 июля Проводится В церкви Святого Павла И вот Сегодня Буквально За 10 минут До нашей передачи Организаторы Сообщили Что делают Третий концерт С участием Евгении Владимировны И она будет играть Еще и Третий день Получается 31 июля Дата до конца Утверждается Но скорее всего Будет третий концерт Вот с такой легендой Ну вот А вернуться Если к Валерию Обисаловичу Гергеву Насколько легко Или тяжело С ним работать Коммуницировать Я должен сказать Что мне наверное повезло Потому что У меня не было Никаких проблем Я слышал Очень много легенд Про то Как Как Гергеев Делал с концертными залами Как он мог Не приехать Не прилететь И Как-то Мне наверное За эти 4 года Не было ни одного случая Когда Было какое-то ЧП Конечно мы должны Были следить За временем Когда Машину Выслать В аэропорт Чтобы он Не опоздал И конечно Это все было В последние минуты И когда Самолет Подымался Только тогда Мы могли вздохнуть Что все Прошло хорошо Но Действительно Нам Проблем Особенных Не было И Эти 4 года Были в хорошем сотрудничестве Да И я очень люблю Мариинский театр И за 4 года Я с ним познакомился С музыкантами Самими И солистами Также Мариинки Это было Приятно В Стокгольме Организовывать Концерты Даже несколько раз Было по нескольких концертов И когда Вы говорили О звездах Мы знаем Что сейчас В Рига-Юрмала Фестивале Тоже участвует Замечательный Скрипач Шведский Таких Кавказских корней Данил Лузакович И в принципе Его знаменитость Можно связать Также Со Стокгольмом Когда Он попросился Может послушаться У Валерия Абисаловича В Стокгольме Он ждал Целый день Чтобы Со скрипкой Чтобы выйти После концерта И ему Эти 15 минут Ему Отыграть И Все это Произошло И на следующем году Мы уже увидели Даниэль В программе Вербье Фестиваль И сейчас Он естественно Знаменитая звезда И мы рады Что он и в Риге И в Лепе Также был в прошлом году Так что Да Мы видели Рождение звезды Ну с помощью Валерия Конечно Валерия Абисаловича Бывали ли Что вы уже Зажигали звезды Как продюсер Есть ли у вас Такие протеже Когда можно сказать Это вот Мой проект Это интересный Интересный вопрос Я надеюсь Что мы дали Какую-то платформу Молодым музыкантам Например Нам очень было приятно Что в прошлом году Мы записали Первый альбом Латвийского Пианиста Это Дауманта Лейпинша Который Тоже играется Между прочим В Рига Юрмаль Фестивале И также был Вербье фестиваль И это был Первый его диск Который был у нас И он сейчас Попал также В номинацию Инструменталист года В немецкой Грэмми Опус Классик В номинацию И то что Естественно Нам очень приятно Что это было Здесь Первый альбом Где стал Рахманинова И латвийского Композитора Зензериса Именно у нас С нашим фортепианом Что очень важно Естественно Для пианистов И это В принципе Первый альбом Для артиста Это всегда Очень-очень важный Это всегда Такой пункт Такого Дальнейшего Твоего пути И Пока этот диск Разлетелся Очень успешно У него были уже Концерты С этим диском Презентаций Также в Европе И как бы Всегда очень приятно Что именно Вот в этом месте В Лепе Мы можем Стать платформой Для таких Начинающих музыкантов И вот Планы перешли К вашему Действительно Можно сказать К детищу В вашей работе В Лепайском Концертном зале Какая сейчас Деятельность После пандемии Насколько трудно Или легко Продолжать То есть В принципе Концертная жизнь По моему опыту Так как у меня Большой фестиваль В Москве Орган Мечеров-Кускова То когда Всё встало Очень трудно Вот этот маховик Завести вновь И ты не знаешь Вот он у тебя завёлся И опять ли ты его На полном ходу Остановишь Как вот Будет какая-то Десятая Пятнадцатая волна Или всё-таки Вот он будет Как вы Останавливалась ли у вас Жизнь концертная В Лепае На время пандемии Елена Я полностью с вами Согласен Товукового эффекта Что мы открываем Концертный зал И сразу На следующий день И тут полная Публика Это неправда Мы являемся Большим кораблём Которой надо Разогнаться И тогда Мы начинаем С твоей Предыдущей жизни Но я должен сказать Что без публики Мы тоже продолжали Нашу работу И продолжали Довольно активно Потому что В прошлом году В декабре С помощью наших Любимых спонсоров Которые нам Помогли Действительно С этим Мы Обрели Полностью Всю Дигитальную Аппаратуру У нас уже Была В концертном зале Звуковая аппаратура Высокого качества Потому что Мы являемся Также Звукозаписывающей Студией И в принципе Мы купили Роботы-камеры Которые Не нуждаются Фактически В операторах Там сидит Один оператор Который Всем этим управляет И мы Фактически Продолжили Наш сезон Только в дигитальном Формате И это было Действительно Очень успешно Потому что Сотрудничество С Лебольским Симфоническим Оркестром Мы делали Концерты И они были Там было Очень много Подключений Со всей Латвии Мы получали Очень много Писем Благодарности После этих Концертов Так что В принципе Оркестру Очень важно Удержать Качество свое Заниматься Да Они должны играть Они должны репетировать И мы В принципе Продолжали Все весь этот сезон Также камерной музыки И сейчас Когда мы С 15 июня Смогли Что-то у нас Со связью Да Потерялось Опять Да Вы опять с нами Так Рассказывайте И в принципе С 15 числа Когда мы Продолжили Свою Концертную деятельность Начали ее Заново Начали делать Концерты И Пока что Я смотрю По публике Это 300-400 человек Которые К нам приходят Я смотрю В августе Это уже идет больше Людей Которые покупают Билеты Естественно Мы делаем Всякие Маркетинговые Программы Сейчас Чтобы Опять Вернуться В культуру Люди Те Которые Забыли Уже К нам Как дойти До нас Чтобы не вспомнили Ну и Это радует И в принципе У нас август Очень Очень Насыщенный Месяц Очень Разными Концертами И Я думаю Что август Это будет Такой Очень Активный Месяц Когда мы Получим Эту публику Обратно Расскажите Вот у нас Через пару минут Будет рекламная Пауза Ну вот О ближайшем Концерте В вашем Зале У нас Организуют Концерты Разные Люди У нас Сегодня Камерный Концерт Который Организует Один Съемщик У нас На конца Неделя Будет Концерт Лепой Симфонический Оркестр Это Роковые Баллады Но я должен Сказать Что Следующий Концерт Который Мы делаем Это Корейская Джазовая Певица Юн Суна Которая Мила Плетнева Который К нам Приедет Соло Концертом И Это Конечно же Большое Большое Мероприятие Мы это делаем Вместе с фестивалем Рига Юрмала И Это будет Уникальное Что-то То есть он будет Выступать и в Рига Юрмала И у вас Или только у вас В Лейпай Он будет выступать В Рига Юрмале И у нас У нас будет Другая программа Он набирает Соло-концерт У него будет В первой части Идет Соната Бетховена Первая и последняя И во второй части Это Бучаковского Времена года Который Я думаю Что Михаила Играет Это С закрытыми глазами Наизусть И это будет Большое Да Ну да Но он все играет С закрытыми глазами Да Это действительно Да Это Большой мастер И вообще На самом деле Можно сказать Что вы счастливчики Потому что В России Он сейчас Не балует Своим приездом И несмотря на то Что у него даже есть Большой Симфонический оркестр Российский Национальный оркестр Который является Гордостью России И одним из лучших Симфонических составов Тем не менее Он предпочитает Пока оставаться В Европе И не возвращаться В Россию Поэтому конечно Граница потихонечку Открывается И я вижу Уже часто По фейсбуку Как многие Журналисты Буквальным образом Просачиваются И они кстати Едут именно В Прибалтику Едут в Ригу На этот Грандиозный фестиваль Который проводится Сейчас в интере Ну и кстати Теперь получается Что не менее Грандиозная Действие Разворачивается В Лейпай И наверное Можно сказать Что Лейпай Уже является По праву Такой Вторым культурным Центром В Латвии А скоро Может стать Равноправным Дорогие друзья У нас В гостях Продюсер Директор Лейпайского Концертного зала Лилайс Цинтерс Пожалуйста Не отключайтесь Небольшая рекламная Пауза И вернемся К нашему общению Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Культурная среда И в гостях у нас Директор Продюсер Лейпайского Концертного зала Лилайс Цинтерс Тимур Стомсенс Мы говорили О концертах В котором Примет участие Выдающийся Пианист Михаил Плетнёв И Что еще ждет Лейпай Чан И ради чего Стоит ехать Рижаном В Лейпай У нас Также В августе Будет замечательный Концерт Латвийского Радио Биг Бенда И французского Саксофониста Программу Тяжело Переварить Всем туристам Которые Приехали К нам В Лепу И поэтому Такая Это легкая Но Очень Музыка Очень хорошего Качества Это как раз Очень подходит Лепа Лепа И летом И у нас Также будет Лепа Стефанический Оркестр Проводит Также Фестиваль Лейпай Звезд Фестиваль Звезд В котором Выступит Также Александр Антоненко Наш Великий Латвийский Тенор К нам Также Будет Ехать Приедет Кристейна Баланас Которая Наша Скрипачка Мирового Класса И Интересно Что Будет Играть Концерт Кларнет Инс Далдарис Который Мы знаем В Латвии Как Бывшего Министра Культуры И Также Сейчас Мне кажется Он стал Депутатом Юрмальской Думы И Мне очень Нравится Что Они Всегда Не забывают Свой Инструмент Что Несмотря На свою Политическую Деятельность Они В принципе Держат В очень Хорошей Форме И Чтобы Выступать С оркестром Ну и Да И у нас Действительно Много Концертов И В начале Сентября Мы ждем Также Испанскую Группу Фламенко С нами Которую Предлагают Из Андалузии У нас Целое Такое Шоу Большое Грандиозное И там В принципе Билеты Почти Раскуплены Но еще Что-то Есть В начале Сентября Ну да И в принципе Мы ждем Открытия Сезона Так Интенсивного Лета У нас Действительно Давно Не было Но поскольку После Ковида Мы Действительно Решили Сделать Такую Насыщенную Программу Также Для Лета Концертов Действительно Много И Этому Очень Рады Ну и в принципе На следующий сезон Мы ждем Действительно Нашу Такую Нормализацию Жизни Конечно Никто не знает Как все это Будет Происходить Но Конечно Те Кто являются Вакцинированными Люди Тем намного Легче С этим Вопросом Потому что Пока что Они могут Спокойно Ходить На наши Концерты Ну и В принципе Вся наша Программа И камерной Музыки И Симфонической Музыки И Также Нашей серии Мира Большого Интере Где мы Приглашаем Музыкантов С разных Стран И У нас Будет Происходить И Дальше Так что Мы ждем На Открытие Сезона Но Невакцинированные Могут Прийти С тестом Правильно Или Все-таки Только Вакцинированные Пока Могут Ходить К вам На концерты Да В июле Мы Делали Концерты И Тестированным И Вакцинированным Мы Примерно В принципе На концерты Ходят Вакцинированные Люди И Мы В августе Мы еще знаем Что эти Тесты Станут Платными Была такая Информация И Чтобы Мы очень знаем Что Вакцинированные Люди Не хотят сидеть В масках Внутри Зала И К сожалению Они говорят Что они Должны Тогда вернут Нам Деньги На билеты Что мы Должны Будем Вернуть Им Деньги За Билеты Потому что Это такой дискомфорт Они считают Что они Они поступили Уже Так Довольно Ну Чтобы Они Вакцинировали Поэтому Они хотят Вернуться К предыдущей жизни И Поэтому Мы В принципе С августа Будем делать Концерты Для вакцинированных Людей Есть программы Которые мы Делаем И На улице Например Которые мы Будем проводить Например В сентябре И Тогда Там Могут быть И Публика Которая Миксирована Но В принципе Нам не разрешают Делать Ничего Для людей Которые Или Не вакцинированы Или не тестированы Просто Прийти на концерт Это Теперь является Прерогатива Только вакцинированных Людей Да Вот так вот У нас общество И раздвоилось На вакцинированных И не вакцинированных Но Как говорится Что же делать Живем В таком Обществе Скажите Пожалуйста Сколько лет Вы сейчас Уже работаете В Лейпайском Концертном зале Сейчас получается Четыре с половиной Года Почти Я работаю здесь Я начал работать В 2017 году Есть какой-то Проект Который Прямо Остался В памяти Как Самый Любимый И самый Получившийся Я думаю Что Я до сих пор Под впечатлением Концерта Прошлого Октября Когда к нам Приехала С камерной музыкой Латвийская Оперная Гран Дикого Элина Гаранча Этот проект Мы ждали Три года Когда она Сможет К нам Приехать И это было Очень важно Потому что Она в Риге Никогда не выступала Именно с камерной музыкой Это была камерная музыка Шумана Брамса И Рахманинова Она выступала С таким Британским Очень Понимающим Пианистом Малком Мартинос Между прочим Он Например Подыгрывает Также Анне Нетребко И Другим Дивам Оперным Это естественно Были распроданные Концерты Из-за ковида Мы могли только Делать 50% Публики В нашем зале И Элина Сделала Грандиозный шаг Она спела Два концерта В один день И для вокалиста Это очень Серьезно Очень серьезно И это был наш дебют Она Нам очень приятно Что она пела Этот концерт В Лепе И в Резекне Я должен сказать Что только из-за того Что у нас есть Такой зал Такого масштаба Как у нас Она в принципе Могла исполнить Программу На самом высоком уровне Я должен К сожалению сказать Что в Риге Камерную музыку Она не может исполнить Потому что нет зала Потому что нет зала И за этот концерт Мы получили Приз латвийской музыки Лейла музыка Большой приз музыки Музыкальный приз Номинации концерт года И как раз На прошлой неделе Элина выступала В Риге На юбилей Раймонда Пауза И мы Вручили ей эту статуэтку Которая Несколько месяцев Стояла у меня в кабинете И вспоминали этот концерт И это действительно Было что-то невероятное Потому что Она действительно Звезда Мирового уровня И это чувствуется Когда она выходит На сцену Она просто Своим Шармом Своим Талантом Просто наполняет Весь зал И Такие ощущения У меня были Очень-очень редко У меня было очень много Естественно Замечательных проектов Лепой Но такой последний Который остался В памяти И не зря ее называют Большой Гранд Дивой Она действительно Такая есть И я не усомнился В этом И в октябре Когда она выступала У нас И на эти выходные В национальном театре Вместе с Раймоном Паузом Это было что-то невероятное Так что Если есть возможность Или в Латвию Или ездить в Европу Послушать ее Потому что Такого качества Оперной певицы Ее в мире Сочетают только На пальцах Двух рук Как вы думаете Учитывая ситуацию в Латвии Что очень многие музыканты Благодаря программе Эразмус Почти все стремятся Уехать Из Латвии И Остаются Единицы При этом Очень хорошие Тоже остаются Но есть ли Какие-то программы Или Может быть Создавать Какие-то программы По удержанию Именно своих Музыкантов Чтобы они Потом были Не так вот Заезжими Перелетными Птицами Как Кристина Баланас И Вот недавно Уехала скрипачка Ива Биндеры То есть Почти все Все уезжают Остаются Немногие Вот есть ли Какая-то Возможность Чтобы это Изменить Знаете Это довольно Очень тяжелый вопрос И я Считаю Что Музыкальный рынок Это глобальный рынок Как бы Мы Работаем В глобальной среде И Когда Они выходят Из музыкальной школы Дарзене Это Школа Очень высокого уровня И они Сильно могут поступать В любые университеты Мира И Они используют Эти Эти варианты И мы знаем Что музыканты Не просто Едут В какой-то университет Они едут Конкретному преподавателю И Здесь Как бы Нету границ Никаких В этом смысле И они Воспользуются Этим Этим вариантом Не пользуются Этими стипендиями Которые есть Я думаю Что это Такой В каком-то смысле В каком-то смысле Педагогический состав Который Может быть Может Быть В В Академии В консерватории Нашей Который Будет больше Притягивать Может быть Тех музыкантов Но Понимаете Здесь действительно Нет никаких границ И Несмотря на то Что И Кристина И Элина И Гаранча И Эва Биндера Живут сейчас За границей Они Очень часто Выступают В Латвии И это Они никогда Они В каком смысле Не забывают То Что Они Являются Из-за Этой Страны И Ну Да Кому-то Для индустрии Это тоже Свою роду Бизнес И Иногда В Лондоне Жить Все более удобнее Или в Берлине Или в Италии Ну у каждого Свои 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 Предпочтения Поэтому Предпочтения И Мне как-то Не вижу Не чувствую Такой большой Проблемы То что Музыканты Как-то мне тяжело Найти Здесь В Латвии Пока Этот рынок В Европе Пока Они являются В Европе В этом Нет никакой Проблемы Как только Они уезжают Дальше Вот там Начинается Вот там Уже Тяжело Например Андрис Нелсон Если он В Бостоне То мне Довольно Тогда с ним Тяжело Разговаривать Как вы думаете На каком уровне Находится сейчас Культура в Латвии Вот именно Классической музыки Ну Я думаю Ни одно Ни одно Уровень искусства В Латвии Не на таком уровне Как классическая музыка Но в этом Мы Как по-русски Говорить Собаку съели Наверное Да Но Действительно Наш Качество Понимаете Мы не просто Там например Копируем Какие тренды Мы создаем Тренды Здесь Например В хоровой музыке Ну нет Таких Там Действительно На пальцах Можно сочетать Такие ансамбли Как хор Латвийского радио Которые Действительно Топ Хор И То что они Исполняют То что они записывают В каком рынке Они находятся То что Пол Европы Используют Хор Латвии Большие форумы Обычно До ковида У них Просто программа По всему миру Они просто ездят С одного Концертного зала В другой И Исполняют Большие форумы Потому что Самые большие Держеры Считают их Одним из лучших Хором Вообще В Европе И в мире И Естественно Тот уровень Солистов Который у нас есть Это конечно Уникально Для такой маленькой нации Это я думаю Все таки связано С музыкальным образованием Которое у нас есть И Надеюсь Что этот уровень Останется Хотя Ну каждый год Как и религии музыканты Или уезжают они Или Какие-то другие причины Всегда идет такой Будет ли Это качество Останется На таком же уровне Конечно Есть такое Переживание Но пока Все это является На очень высоком уровне Ну и таких Понимаете Мы На уровне Там Феррари Сейчас В Латвии Находимся Именно по исполнительному Искусству Я думаю Что это На очень высоком уровне Замечательно Дорогие друзья У нас в гостях Директор Продюсер Ли-Пайского Концертного зала Ли-Лайцинтерс Тимур Стоомсон Наша передача Уже Подходит к концу И вот Мне хочется Садать Тимур Несмотря на то Что вы Наверное Сейчас уже сами Не часто Садитесь за клавиши Но есть ли Какое-то Любимое Произведение Которое вам нравится Слушать Переслушать И вы рады Этому произведению Когда видите В программах Задали Очень тяжелый вопрос Нет Я не сажусь За фортепиано Сейчас Наверное Это какие-то Внутренние комплексы Потому что вокруг 40 талантливых людей Которые Ну Единственное Только для себя Во время Пандемии У меня было Несколько сессий С фортепиано На этом оно Все и закончилось Я не думаю Что у меня сейчас Какое-то Любимое Произведение И Я Большой Любитель Шостаковича В любой форме Его И Мне кажется Это всегда Такой Для меня Магнит Если Особенно Это должно быть Всегда В хорошем Исполнении Обычно Без какой-то Скупой слезы Не остается В конце Этих Произведений Если это Большая форма Или камерная музыка Я Большой любитель Его музыки И ценитель Это Непростой Композитор И не каждому Слушателю Скажем так Он Будет По душе Но тем не менее Это всегда музыка Интеллектуальная И если Слушатель хочет Не только Получить удовольствие Но еще и Поразмышлять И Как так сказать Провести работу умом То вот это Очень нужно А посоветуйте Нашим слушателям Вот еще что-нибудь Послушать Прямо вот для души После нашей передачи Включить что-нибудь Найти в ютубе И послушать Знаете Я сейчас Прислушивал Прислушивал Работы Плетнева Как раз Крепрусик Готовился к концерту Знаешь Что он приедет И Зашел на его Спотифай И посмотрел Что он Какие у него записи Вообще были И там действительно Много записей Но также Конечно Его знаменитые Интерпретации Шопена Это Просто послушайте Их И это будет Такой Хороший заряд Для вас Для вашего организма Для вашего Душевного состояния Это всегда Очень-очень поможет Он пианист Одного из самых Высоких качеств Которые у нас есть Вообще В этом мире И его записи Очень-очень Интересные Спасибо Большое Спасибо За интереснейшую Беседу Я рада Что она состоялась Дорогие друзья У нас был В гостях Директор Продюсер Концертного зала Липайского Концертного зала Лилай Цинтерс Тимур Стомсенс Желаю вам Больших успехов Чтобы все получалось И как можно Больше ярких Интересных программ До свидания Спасибо, Елена До свидания Слушайте Радио Болтком Продюсер